Ух, ну вот про ниточки опять я не знаю, ну не знаю я, правда, про ниточки, я не настолько серьезно знаю все это, да, ИГИЛ для меня это страшно, вот для меня, то, что я вижу в интернете, для меня это страшно, то, что вы говорите, это разоблачают, не знаю, по-моему, разоблачают только то, что памятники культуры они разбивали, да, вот это, мне кажется, бизнес, бизнес, это копии какие-то они разбивают, остальное, это вот, наверное, да, а вот то, что показывают с казнями, не знаю, для меня это, ну это просто страшно, вот ИГИЛ, я опять не очень понимаю на основании чего это зародилось, но мне просто страшно еще почему, из-за того, что сейчас очень много русских людей, даже не русских, да, в смысле российских людей туда стало ездить, значит, там есть какая-то идеология, которая туда завлекает и в основном это молодежь и вот нам бы это не потерять, не потерять молодежь поэтому, вот я говорю, для меня ИГИЛ это страшно, это вот на уровне подсознания на уровне подсознания, потому что когда ты что-то делаешь на крови, знаете, это вот как Достоевский, да, вот труп ребенка положить в основании, все будет хорошо а здесь не один труп и к чему это приведет? не знаю, по поводу ниточек, еще раз говорю, я правда не знаю, что за ниточки, это нужно уже быть историком, просто для меня ИГИЛ, не знаю, его надо запрещать, его надо ну это страшная вещь Я хочу сказать, не знаю, это что-то нибудь такое я хочу сказать, что-то и